Бسم الله الرحمن الرحيم Сегодня мне хотелось бы обратиться к каждому присутствующему обращением пророка Ибрахима Он сказал Каковы ваши мысли о Господе миров Сегодня мне хотелось бы разобрать одну тему которая является твоим секретом Ведь между между рабом и его Господом всегда есть секреты которые находятся только между ними Есть секреты простые которые, например, Аль-Якин когда человек убежден что Аллах на все способен или Аль-Ихляс человек понимает что он должен совершать дела только ради Аллаха что его сердце это орган это часть которая принадлежит только Аллах и Аллах рассчитывает его за эти то есть за эти намерения за его намерения Благие мысли об Аллахе это тема которая у каждого разная почему? потому что испытания каждого из нас разные один думает об Аллахе хорошо одним образом а другой другим образом почему? потому что все мы разные бывает так что человек в трудности в беде говорит Аллах меня бросил Аллах меня оставил Аллах не желает мне блага когда человек погружается в грехи верующий человек даже говорит что Субханаллах Аллах меня не защищает не защищает от грехов не желает чтобы я покаялся он желает меня ввести в ад это очень опасно это очень опасно и благие мысли об Аллахе благие мысли об Аллахе это одна из величайших причин добиться успеха в жизни даже больше чем продолжительное ночное стояние и продолжительные посты благие мысли об Аллахе каковы они когда нужно думать об Аллахе хорошо мне хотелось бы привести примеры примеры как нужно думать об Аллахе хорошо благо на примере наших праведных предшественников на примере пророков и посланников например благие мысли об Аллахе во время трудностей в жизни однажды Урва Ибн Зубей возвращался из территории Шама, и по дороге случилось так, что у него нога где-то застряла в скале, или что-то ему оторвало ногу. Пришлось оторвать, ампутировать ногу. Потом к нему приходит весть о том, что один из его сыновей умер. Смотрите, как он обратился к Аллаху. Кто-то сказал бы, я же возвращаюсь с хаджа, с умры, я же на пути Аллаха работаю, почему у меня трудности? Зачем? Он сказал, я, Рабби, о, Господь, о, ты мне дал четыре конечности и забрал одну, то ты мне оставил три, смотри, у меня целых три осталось. Господи, ты дал мне четыре ребенка, и одного лишь забрал, и трех оставил, аль-хамду лиллях. Смотрите, в трудности, в трудности благие мысли об Аллахе. Наверное, самым ярким примером терпения, стойкости и проявления благих мыслей об Аллахе является пророк Якуб, Якуб, который любил своего сына Юсуфа. И когда Аллах, спонталя, забрал у него Юсуфа, да, и пришли его сыновья, они пришли вечером к нему и говорили, мы, говорит, играли, ходили там, да, развлекались, и вдруг нашего брата Юсуфа съел волк. Ты нам не поверишь, хотя мы правдивы. Что он сказал? Нет, ваши души наущают вам зло. Терпеть будет лучше. Потом, когда Аллах, спонталя, забрал у него второго любимого сына Беньямина, и старший сын тоже не стал возвращаться домой, и что ему сказали его сыновья? Они сказали, твой сын украл, да, мы ничего от тебя не придумываем, спроси у людей деревни, спроси у нашего каравана. Нет, это ваши души наущают вам зло. Терпеть будет лучше. Надеюсь, что Аллах вернет мне всех троих. Смотрите, испытание увеличивается и увеличивается, но его надежда на Аллаха и благие мысли об Аллахе тоже увеличиваются. Не перестают, не ослабевают. Да, и что случилось? Он даже ослеп. Даже ослеп. И что он сказал? Идите и ищите Юсуфа. Где-то ищите, он где-то там. Я знаю, что вы найдете его. И не отчаивайтесь в помощи Аллаха. Он не сказал. То есть, Аллах облегчит ваше положение. Ведь отчаиваются в милости Аллаха только неверующий народ. То есть, когда человек не имеет благие мысли об Аллахе, это самая ближайшая причина куфра. Потому что человек отчаивается. Нет, Аллах мне не желает блага. Аллах не желает, чтобы я покаялся. Аллах хочет, чтобы я попал в рай, в ад. Субханаллах, когда человек имеет скверные мысли об Аллахе, это самый близкий путь к потере себя в этой жизни. И что случилось потом? Аллах субханалла вернул ему зрение. Потом, Аллах приподнял все это семейство в Египте. Они стали правителем, фактически правителем Египта. Аллах вернул им и всех сыновей. И всех 12 сыновей сделал пророками. Смотрите, какая натижда. Натижда хуснилзаннебиллях. К чему приводят благие мысли об Аллахе. Хуснилзаннебиллях андальмарат. Когда человек болеет, он должен иметь благие мысли об Аллахе. Бывает так, что человек болеет, лежит в прикованной койке. Субханаллах, в такой степени он занят свои проблемы, что он даже оставляет намаз. Перестает молиться. Какой намаз тут надо думать, болезнь, как лечиться. Субханаллах, когда человек болеет, он должен иметь благие мысли об Аллахе. Пророк Айюб. И вот Аллах рассказывает нам о пророке Айюбе. Господи, меня коснулось зло, меня коснулось болезнь. А ты самый милостивый, самый милостердный. Субханаллах, человек болеет, 18 лет болеет. Представь, что ты человек лежит в больнице, прикованной к кровати, и говорит, Алхамдулля, Аллах Субханаллах, ты такой милостивый. Ты столько мне блага дал. Субханаллах. Благие мысли об Аллахе перед смертью. То есть, когда один из наших правильных предшественников, вот-вот, когда уже к нему подступит смерть, он начал смеяться. У него спросили, почему ты смеешься? Он говорит, а почему мне не смеяться? Ведь я видел благо только от Аллаха Субханаллах, и я к нему возвращаюсь. Благие мысли перед смертью человека. Благие мысли, когда у человека все трудности, проблемы, дуния сгущаются над ним, и он погружается в эту темноту, темная сторона жизни. Пророк Юнус, алейхиссалям, Смотрите, когда Юнус оказался внутри кита, все, проблема уже все, считай, все закончилось. Да, он бросил призыв, ушел, да, не повиновался Аллах Субханаллах. Кит его съел, все, он уже в таком положении. Филзулумат. И что? Он обращается к Аллаху и говорит, Субханак. О, Аллах, ты причист от всех недостатков. Благие мысли об Аллахе в самой трудной ситуации. Даже дальше этого, даже больше этого. Благие мысли, когда человек уже попал в ад. Приводится в хадисе, что человек попал в ад, и его вывели из ада для того, чтобы То есть как будто из тюрьмы человека возвращают, опять над ним суд проводят, заставляют его признаться в его преступлениях, и снова возвращают в тюрьму. Аллах превыше всех примеров. Аллах вывел его из ада и сказал, то есть ты вот такие греши совершал, и говорит снова, верните его в джаханнам, верните его в ад. И он уходил, его ангелы уводят в ад. Вау, я льтафит. Я льтафит. Ма зале я льтафит. И он оборачивается, и оборачивается. И Аллах спрашивает, Вали мать льтафит. Почему ты оборачиваешься? И что он сказал? Ма кяна хаза вонни бике я раб. Я не думал о тебе этого, о Аллах. Я не думал, что ты меня выведешь из ада и снова вернешь туда. И что тогда? Худув илля джанна. Отправьте его в рай. Благие мысли во всех ситуациях нашей жизни. Самое, вот нужно хадис, нам надо понять, разобрать, что мы будем обращаться с Аллахом сп. так, как мы будем думать о нем. Посланник Аллаха сказал, что Аллах Всевышний сказал, Я буду таким, каким обо мне думает мой раб. Пускай же он думает, что хочет. Поэтому нам нужно постоянно думать об Аллахе хорошее. Думать об Аллахе, что Аллах желает нам только блага. Он постоянно рахим, вадуд. Он постоянно любит тебя. Он постоянно желает, чтобы ты встал на прямой путь. Тауаб. Валлаху юриду аятубу алейкум. Аллах желает, чтобы вы покаялись. И если мы будем иметь такие благие мысли об Аллахе, действительно, мы спасемся. Акулу ковлихаза. Вастагфиру Аллаха лива лакум. Валесарьи мунина. Мин кулы замбин ва хатия. Вастагфируху ватубу илейхи. Иннаху алгафур ррахиму. Самиуу дуа. Самиуу дуа. Самиуу дуа. Самиу дуа.